Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 3 марта. Самое время поговорить о запрещенных и благоприятных днях марта для посева. Сразу оговорюсь, что я не придерживаюсь строго лунного календаря. Вот у меня посевная тетрадь я и 27 февраля сеяла, и 1 марта сеяла. Сейчас сею почти каждый день, потому что посевов в марте много. Но лунный календарь, я уже говорила в феврале, что лунный календарь в марте нам выделил совсем-совсем очень мало дней благоприятных для посева. Вот смотрите, если в других месяцах, вот прям в несколько периодов, в начале месяца, в конце, то март, томаты, перцы, баклажаны, вот все, что нас интересует, огурцы, всего лишь один период, 4, 5, 6 марта. Я уже говорила, что я в эти 3 дня никак не могу вместиться, потому что я буду сеять для получения раннего урожая огурцы в конце марта, буду сеять для консервирования и для зимнего хранения томаты, буду сеять в конце марта. А тут получается, что вот если вначале не посеял, значит все остальные дни плохие. Но это, конечно, не так сеять, не обязательно только те, которые указаны благоприятные. Некоторые придерживаются правила, главное не сеять запрещенные дни. Сейчас посмотрим запрещенные дни. Запрещенных намного больше, чем благоприятных. Вот смотрите, 10 марта нельзя, с 19 по 21, потом 24. Но все это связано, конечно, если мы посмотрим вот так, 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 10, где у нас? А вот 10 у нас будет полнолуние, 24 у нас будет новолуние. Поэтому вот эти периоды, это уже традиционно лунный календарь нам запрещает. Специально посмотрела, это вот у нас региональный, специально еще сейчас посмотрим тот календарь, который написан для всех регионов России. Люди же не только в Алтайском крае у нас живут. Тут более подробно описано каждый день, я сейчас вам прочту. Так же, как в первом календаре, 4, 5 и 6 выделено особо, потому что если до этого только подготовка грунта для рассады, уход там, то в эти дни написано, посев семян на рассаду, пикировка рассады, полив, некорневая подкормка. То есть это действительно благоприятные дни для всех, всех у нас процедур. Но потом через какой-то перерыв, когда написано опять подготовка с растениями, не работаем, приобретение семян. Потом 11, 12 и 13 марта снова написано, тут вот уже в весах, посев семян на рассаду, полив, корневая подкормка. То есть еще 3 дня можно работать. Потом, после некоторого перерыва, 17-18, 2 дня написано, посев семян на рассаду. Написано, что плоды на переработку для хранения и на семена. Полив, пикировка, еще 2 дня можно все делать. И в конце марта, вот как раз тогда, когда я говорила, что я буду сеять вот эти ранние консервные, тут еще 26, нет, 27 и 28, еще 2 дня выделены. Написано, посев семян на рассаду, пикировка рассады, еще можно все это делать. И вот смотрите, ой, извиняюсь, я-то рассказываю, а вам не видно. Вот еще, короче, 17-18 и 27 и 28. Я сейчас вот так оставлю, и вы почитаете, в какой день можно что делать, а в какой нельзя. Ну, смотрите, тут, конечно, каждый решает сам соблюдать лунный календарь или не соблюдать. Я из-за того, что у меня массовые посадки, но очень много выращиваю рассады, нынче еще договорилась вырастить на обмен. Мне дадут куриный помет, а я дам им рассады. Еще я никак не могу успокоиться на том количестве, которое только вмещается в мой огород. И еще, ну, короче, еще одному человеку тоже в обмен на некие услуги буду выращивать рассаду. Ну, короче, у меня опять набирается большое количество рассады, наверное, около 3000. Ясно, что я не могу посеять все в один или в два дня. Вот я для своих теплиц уже посеяла, а в марте, как уже я говорила, буду сеять в первой декаде. Это высокорослые, крупноплодные, индетерминатные для открытого грунта. Потому что если мы в сибирском регионе посеем их позже, я уже все это пробовала, испытывала, они не все вызревают на кустах, а мне хочется, чтобы вызрели на кустах. Первая декада будет этот посев. Среди марта будет посев детерминатных, среднеспелых, но тоже крупноплодных. И конец марта будет посев мелкоплодных, различных вот этих консервных для зимнего хранения. Я их рано никогда не сею, потому что нужно, чтобы они начали спеть чуть попозже. И желательно снять их не спелыми, а в фазе меланжевой зрелости, вот бурыми. И тогда они при хранении в подвале будут храниться очень хорошо. И они долго будут лежать, дольше. Ну, вы понимаете, если спелые положить на хранение, его нужно есть в течение недели, 10 дней. А если положим бурый, он может лежать месяц. Короче, у меня все рассчитано, так что у меня весь март будет забит посевами. Но там же еще прибавляется и другие культуры. Буду огурцы для раннего урожая в конце марта сеять. Я скажу так, я сею в любой день, кроме новолуния и полнолуния. Хотя некоторые люди пишут, что они даже эти дни не выбрасывают со своего посевного графика. Но я почему-то, я уже объясняла, я даже себе не могу объяснить, почему я боюсь в эти дни сеять. Ну, это, вероятно, из глубины веков откуда-то идет на подсознание какая-то боязнь. Чего я боюсь, я не знаю. Но вот есть такое слово, оно точно отображает мое состояние. Знаю все, что это все предрассудки, но попсыкиваю. Извиняюсь за такое грубое слово, но это полностью соответствует моему состоянию. Потому что у меня руки не поднимаются в этот день сеять. Какой-то вот такой животный этот страх на меня. Полнолуние, вампиры, все, не буду сеять в этот день. В остальные дни марта буду все сеять. Когда сеять вам, вы решаетесь сами. Или вы выберете, если у вас мало, только самые-самые благоприятные дни. Или вы просто, как я, вот эти запрещенные выкинете, а в остальные дни будете сеять. Потому что у нас же тут все остальное еще, посевы, не только томаты и перцы. Мне кажется, мы в марте очень много сеем, потому что в мае уже некоторые высаживают всю рассаду на улицу. Ну все, до свидания.